МРЯМ ТОМБУЛЯН Почему Петр Первый установил налог на бороды? Также вы узнаете о сценаристы кинофильма «Я шагаю по Москве», про всемирный день уничтожения военной игрушки и международный день красоты. Благодаря Алику Джеффрису во всем мире знают, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна. Сам генетик говорил, что обнаружил это совершенно случайно. 3 сентября 1984 года, рассматривая рентгеновские снимки ДНК, он увидел отличие цепочек. Это своего рода генетические отпечатки, их называют генетической дактилоскопией. С помощью нее можно установить личность человека, например, по волосу, слюне или капельке крови. Ведь в любом биоматериале человека есть частица ДНК. Дезоксирибонуклеиновую кислоту впервые начали практиковать в криминалистике. Открытие Алекса применяют также при установлении родства. 4 сентября 1959 года в США впервые начали продавать колготки. Изобретательный американец Алин Гант решил сшить вместе нейлоновые чулки с нижним бельем. Новый элемент туалета для женщин пользовался большой популярностью. Раньше чулки можно было увидеть только на мужских ногах, а женщины их прятали под длинными пышными платьями. Чулки для знатных дам шили не только из шелка, но и из дорогого кружева. Они украшались ленточками, повязками и драгоценными камнями. 5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды. Все началось с путешествия Петра в Голландию и Англию. Там он хотел поближе познакомиться с морским делом и изучить кораблестроение, для того, чтобы в Российской империи создать достойный морской флот. Но государь настолько проникся культурой европейских стран, что решил превратить русского человека в европейца. И на следующий день после возвращения в Петербург на собрание бояр он приказал принести ножницы и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов. По его указу, мужчины должны были поменять длинную старинную одежду на короткие костюмы, а их жены и дочери сменить русские сарафаны на юбки и платья. 6 сентября 1937 года родился советский поэт, киносценарист и режиссер Геннадий Федорович Шпаликов. В 1962 году он написал сценарий для кинофильма «Я шагаю по Москве» для режиссера Георгия Данелия. Бывает всё на свете хорошо, в чём дело сразу не поймёшь. А просто летний дождь прошёл, нормальный летний дождь. Мелькнёт в толпе знакомое лицо, весёлые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но в жизни я пройдусь. Молодой человек, ты чё кричишь? Я пою. Гражданин! Что? Идите сюда. Зачем? Иди-ка, иди-ка. Что? С поищем. Да ну. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти ещё смогу. Солёный дихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку тыщу и вспомню о Москве. Песню Геннадий Фёдорович придумал прямо на съёмочной площадке, а впоследствии она стала настоящим хитом. Всемирная ассоциация помощи сиротам и детям, лишённым в родительской опеке в 1987 году, предложила учредить 7 сентября Всемирный день уничтожения военной игрушки. И с 1988 года он отмечается ежегодно. Благотворительная организация призывает отказаться от военных игрушек в пользу плюшевых мишек, кукол или машинок, которые не повредят психическому здоровью ребёнка. Психологи советуют приобретать для детей развивающие настольные игры, а также плюшевые игрушки, прикосновение к которым успокаивает малышей. Сотрудник магазина «Ёшки-матрёшки» поделится ценными советами, как правильно выбирать игрушки для детей. Сегодня я помогу вам выбрать правильные игрушки для вашего малыша. Первая игрушка малыша должна быть в первую очередь безопасна, направлены на развитие хватательного рефлекса, чувства предвосхищения, слухового и зрительного восприятия. Если ваш малыш научился ходить, сидеть, ползать, самое время предложить ему игрушки, которые можно катать, бросать, пробовать на зуб, извлекать звук. Для того, чтобы развивать мелкую моторику малыша, можно использовать наборы для комбинаторики, лабиринты, вкладыши, конструкторы, сборные бусины, матрёшки. Для развития творческого мышления в ассортименте есть пальчиковые краски, гуашь, акварель, карандаши, первый шедевр, альбомы для творчества и лепка. Для трёхлетнего возраста мы предлагаем игры на ковролине, игры Никитина, Монте-Сори, Воскобовича и других авторов, которые ориентированы на развитие логического и пространственного мышления, не менее увлекательные и полезные деревянные металлические и пластмассовые конструкторы мозаики и пазлы. Дети школьного возраста хотят творить чудеса своими руками. Для этого есть научные наборы, наборы для фокусов и творчества, а также логические игры и головоломки. Однако никакие игрушки не заменят живого общения с любящими людьми. Малышам стоит читать сказки, играть в сюжетно-ролевые игры, помогать им в творчестве, заниматься с ними по специализированным методикам. Для семейного интересного проведения досуга имеются занимательные настольные игры, такие как лото, карточные игры, викторины и многое другое. Для групповых занятий в ассортименте имеются наглядно-дидактические пособия. Все дети разные. Мы советуем смотреть не только рекомендуемые возрастные упаковки, но и руководствоваться желаниями конкретного ребенка. Мы постарались отобрать все самое толковое и интересное. Экономьте свое время, приходите к нам. 8 и 9 сентября Матичинский район отмечает свой день рождения. Для гостей мероприятия запланирован грандиозный праздник. Торжество начнется в субботу с выступлением творческих коллективов. 9 сентября поздравить жителей района с этим прекрасным днем приедут делегации из городов-партнеров. После встречи все гости отправятся на торжественный прием. Церемония открытия праздника начнется в полдень на Центральной площади и продолжится на площади районного дома культуры Яуза, где в завершении развлекательной программы состоится награждение победителей фотоконкурса «Я и мой район». Долгожданный салют стартует в 21.00. 9 сентября отмечают Международный день красоты, инициатором создания которого был Международный комитет эстетики и косметологии. Это главная международная ассоциация терапии и красоты в мире. Быть красивым – значит быть здоровым. Для этого необходимо правильно питаться, заниматься спортом, ухаживать за кожей лица и тела. В салоне красоты Майки косметолог расскажет, как правильно следует это сделать. Сегодня я вам покажу, как нужно ухаживать за кожей лица. В данном случае за молодой кожей. Очищаем кожу плавными движениями круговыми. После того, как очистили кожу молочком, наносим тоник. После нанесения тоника можно использовать специальные кремы в виде гаммажей, потому что кожу любую нужно обязательно очищать. Скрабами и гаммажами пользуемся один раз в неделю. В осенне-зимний период любой кожи обязательно нужно проводить на всеразличные пилинги. Любые пилинги – это стимуляция к выработке коллагенной эластинной кожи, а значит кожа будет более упругая. Это профилактика также морщинок и вообще улучшение состояния кожи. Гаммажи можно носить двумя способами. Если кожа жирноватая, то можно сделать так. Наносим крем вот таким вот образом. И нужно подождать минут 10, пока этот крем немножко подсохнет. После того, как крем подсохнет, мы его будем скатывать. Кожа, например, сухая, и нам не нужно более глубокого очищения, то гаммаж достаточно просто вот такими вот мягкими движениями вмассировать в кожу, и он вычистит все загрязнения из порчек, подготовит кожу к дальнейшим манипуляциям. В салонах это всеразличные уходы за лицом, которые включают в себя очищением молочко, тоник, гаммаж, потом нанесение восстановительных сывороток, после чего производится массаж лица. На Востоке говорят, что ли красоты неуловим, его могут разглядеть только самые чуткие глаза. Друзья, уделяй внимание внешней красоте, не забывайте и про внутреннюю. На этом у меня все. Встретимся ровно через неделю на телеканале ТВ Мытищи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok